хорошо я просто вас прошу можно и начинать и все да спасибо я начинаю да благодарю вас спасибо добрый день уважаемые студенты сегодняшняя лекция посвящена введению в иммунологию микробиологическую темы этой первой лекции иммунные механизмы воспаления дальше следующий вопрос врожденный иммунитет следующий первичное распознавание так называемого чужого или измененного своего далее приобретенный иммунный ответ и антигены и наконец процессинг и презентация антигена ну на первом слайде вы видите вверху такую пылающую женщину это символ воспалительной реакции пократнение боль ограничение функций а внизу вы видите картинку на которой показано как слева в сером поле человеческая клетка иммунная под названием лимфоцит или это может быть макрофаг распознает желто-сиреневую клетку которая называется свой как свой потому что эта клетка имеет специфические рецепторы своего и в таком случае серая иммунная клетка не будет атаковать эту свою клетку с правой части вы видите противоположную ситуацию когда нахмуренный лимфоцит смотрит на бактерию с треугольными антигенами на поверхности а антигены это маркеры чужого генетически чужого организма или вещества и вот такой вот рассерженный лимфоцит будет атаковать эту чужую клетку значит в основе вообще любого иммунного реагирования включая воспалительную реакцию лежит распознавание своего и чужого лежит отделение своих объектов которые атаковать не надо от чужих объектов которые надо атаковать и одним из видов маркеров вот этого чужого является так называемые антигены ну начнем по порядку так прошу меня простить ребята некоторая накладка сейчас я позвоню своему коллеге трансляции проблем так не восходитесь если вы здесь о диво у меня было такое что застряло а сейчас пошло извините это ложная тревога просто я не мог переключиться на второй слайд спасибо большое извините еще раз спасибо спасибо извините итак на слайде который вы видите здесь изобрана так называемая кинетика врожденного и приобретенного иммунитета то есть говоря о иммунитете вообще мы должны понимать что существует разные виды иммунитета поскольку существует огромное количество механизмов защиты и так есть врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет кинетика означает время за которое развертывается защитные реакции приобретенного и врожденного иммунитета но сразу хочу вам сказать что врожденный иммунитет включает в себя все механизмы защиты которые существуют в каждый момент времени нашей жизни и существует уже в готовом для борьбы виде поэтому для развертывания реакции вот такого врожденного иммунитета нужны минуты или часы вот внизу вы видите распределение так сказать по времени 0,6,12 речь идет о часах что относится к системам врожденного иммунитета которая немедленно вступает в борьбу против чужеродных агентов вот вы видите здесь такие звездообразные объекты это вирусы то есть чужеродные объекты что им противостоит механические барьеры в виде слоев эпителия или слоев кожи все виды фагоцитирующих клеток фагоцитоз как вы знаете это захват чужеродного объекта клеткой человека и переваривание внутри все типы фагоцитов вот на этом слайде вы видите сиреневый нитрофил справа от него зеленый макрофаг и справа от макрофага так называемая дендритная клетка с большим количеством выростов за счет чего она названа дендритная по ее сходству такому построению приблизительному с нервной клеткой и наконец в нижнем ряду вы видите белки плазмы крови это разного рода желтые объекты их очень много этих белков там система комплимента интерферона лактоферины и прочее и наконец в самом низу справа вы видите желтую клетку с крестообразными рецепторами это так называемый нормальный киллер эта клетка не может фагоцитировать чужеродный объект но она может атаковать и уничтожать другую нашу клетку внутри которой находится чужеродный объект итак системы рожденного иммунитета это гуморальные системы то есть растворимые вещества белки плазмы и клеточные факторы причем как мембраны мембраны создающиеся на пути внедения вирусов так и фагоцитирующие клетки нормальные киллеры они реализуют свой потенциал очень быстро справа видите другой вид иммунитета приобретенный иммунитет и отдельно отмечено что лимфоциты участвуют в приобретенном иммунитете то есть если клетка называется лимфоцит то скорее всего это клетка приобретенного иммунитета что значит приобретенный приобретенный это значит что каждый отдельный индивидуум формирует этот иммунитет как ответ на конкретные микроорганизмы которые попадали в его организм в тот или иной момент времени То есть приобретенный иммунитет, это действительно история приобретения защитных реакций против тех микробов, с которыми данный человек сталкивался. Например, если мы не сталкивались с вирусом Эббл, у нас нет приобретенного иммунитета к этому вирусу. А у африканцев, которые сталкивались и выжили, есть. Итак, как вы уже догадываетесь, время развертывания реакции приобретенного иммунитета измеряется днями и неделями. Вот внизу тут, видите, по крайней мере срок до пяти дней. В верхней части квадрата, который очерчивает кратное поле приобретенный иммунитет, вы видите голубую клетку с такими тлообразными рецепторами, которые реагируют с чужеродным вирусом. Это так называемая наивная B-клетка, B-лифоцит. Для того, чтобы он смог сработать после контакта с возбудителем, он должен размножиться и произвести целый клон плазматических клеток, которые являются прямыми потомками этого B-лифоцита. То есть процесс накопления этих клеток называется пролиферацией. То есть размножение B-лифоцитов и постепенная трансформация в плазматические клетки. И, наконец, плазматические клетки, в большом количестве накопившиеся как потомки данного B-лифоцита, производят в лифоидных органах огромное количество белков, которые называются антитела или иммуноглобулины. С правой части вот этой верхней линии, видите, голубые антитела, они такие же, как рецепторы лимфоцита, только свободно плавающие в крови, и они связываются с чужеродным микробом, вирусом коричневого цвета и блокируют его возможности продолжить болезнь. Это B-лифоциты. В самом низу вы видите три события из формирования иммунного ответа, связанного с Т-лифоцитами или Т-клетками. В левом углу вы видите желтый Т-лифоцит с специфичными к антигену рецепторами. Выше вы видите зеленый макрофаг. Макрофаг, который относится к саму всех порожденному иммунитету. Макрофаг фагоцитирует микроб, разрушает его, вычленяет из структуры микроба так называемый антиген. Это обычно белковая молекула, которая распознается как маркер чужого. И представляет этот антиген Т-клетки. Т-клетка, если имеет рецепторы, способные специфически распознать этот представленный макрофагом антиген, начинает размножаться, образует клон своих потомков абсолютно с такими же антигеноспознающими рецепторами. Этот клон преобразуется по мере своего развития в зрелые клетки. Это могут быть Т-лимфоциты-киллеры или Т-лимфоциты-хелперы, в зависимости от обстоятельств. И те, и другие выполняют свои биологические функции, так как показано справа. То есть взаимодействуют с макрофагом. Если он заражен, и это Т-лимфоциты-киллеры, они могут даже уничтожить этот макрофаг, если он является носителем инфекции. Или занимается хелперной функцией, стимулируя синтез антител. Итак, очень коротко. Виды врожденного иммунитета. Виды иммунитета. Вообще иммунитет – это защита генетически чужеродного всего. Материалов, клеток, веществ. Итак, иммунитет подразделяется на виды врожденного и приобретенного. Врожденный развивается быстро, потому что состоит из уже готовых к моменту начала инфекции компонентов. А приобретенный развивается медленно, потому что его изначально малочисленные клетки, способные различить чужеродные антигены, должны размножаться, проходить стадию полиферации. А на это нужно время. Время – это дни и недели. И только после этого иммунитет приобретенный становится максимально развитым и наиболее успешным. Итак, воспаление. Вы уже знаете, что воспаление – это сумма изменений в тканях в ответ на повреждение или инфекцию. Слева вы видите молодого человека с опухшей щекой, там происходит воспалительная реакция. Справа вы видите картинку, изображающую, как в ткани человека, вот такого розово-желтого цвета, вторгается большое количество черных объектов. Это микробы. И на пути дистамин увеличивает кровоток в капиллярах, увеличивает проницаемость капилляров для лейкоцитов, которые мигрируют в капиллярах. Эти лейкоциты выходят в ткани, вот тут показано, как в ткань выходит нитрофил и поглощает бактерии. А ниже показано, как в ткань выходит фиолетовый макрофаг, который тоже поглощает бактерии, выделяет большое количество иммуно-регуляторных веществ, как называется цитокины. Которые еще более усиливают проникновение и накопление в зоне инфицирования и воспаления лейкоцитов из кровеносного русла. Итак, это очень коротко. Воспалительные реакции, безусловно, как вы видите здесь по накоплению защитных клеток, это защитная реакция, это иммунная реакция, куда вовлечены прежде всего системы врожденного иммунитета, как наиболее быстрого. Клинические симптомы воспаления вам известны. Это покраснение по латыни рубр, это отек по латыни тумор, вот вы видите здесь отек. Что такое отек? Это когда из сосуда зараженную ткань выводится вода в большом количестве. Это нужно, чтобы те лейкоциты, которые поступили после этой воды и дальше, чтобы им было где плавать. В ткани, так сказать, рядом с микробами. Все это сопровождается гипертермией, повышением температуры, калор и доллар, наконец. Это боль. При воспалении происходит усиление кровотока, вы уже видите на этой картинке. Увеличение проницаемости стенок капилляров для выхода жидкости из капилляров в ткани. Сам выход этой жидкости из капилляров в ткани, это, собственно, плазма крови. И, наконец, выход из капилляров, из кровеносных сосудов в ткани в эту жидкость. Клеток, мигрирующий клеток, мигрирующий в кровеносном русле, который накапливается в зоне воспаления. На этом рисунке вы видите нейтрофилы, макрофаги. Но сюда же приплывают еще и лимфоциты разных типов, фибробласты и прочие клетки. Воспаление начинается с активации механизма врожденного иммунитета. То есть вы видите, что воспаление, начало этого воспаления связано с тем, что клетки человека каким-то образом распознают, что в эту ткань попали какие-то чужие объекты. Вот это распознавание, которое происходит с помощью разных механизмов, в том числе включение в борьбу против микробов системы комплимента, это распознавание ведет к продукции в освобождению клеток нескольких типов и химических медиаторов воспаления. Вот вы видите, что лимфоцит внизу у фиолета выделяет так называемые цитокины и химокины. Они продолжают стимулировать развитие воспалительных реакций. Итак, первая стадия воспаления любого, с монологической точки зрения, это распознавание несвоего или поврежденного своего. Дело в том, что как чужеродного воспанимается и компоненты собственного организма, которые подверглись химическим изменениям в результате повреждений. Так что начало воспаления распознавания несвоего, то есть чего-то микробного, или поврежденного своего, то есть какие-то белки, которые были изменены, системами врожденного иммунитета. Системы врожденного иммунитета, которые на этом рисунке вы видите, это белки свертывания крови, это тромбоциты, это тучная клетка, выделяющая гистамин, это нейтрофил, который из сосудистого русла попадает в ткань, начинает водоцитировать микробы, это макрофаг. Но сюда можно бы добавить систему комплимента, и лактоферин, и там дендритные клетки, это все системы врожденного иммунитета. Что здесь конкретно показано? В самом верху бактерии попадают в рану, вот они вверху, там черная иконка показывает на них. Затем тромбоциты, которые показаны желтым, которые находятся в тканях и в сосудах, будучи активированными микробами и распознаванием их чужеродных компонентов, выделяют белки свертывания крови, которые вызывают превращение фибриногена в фибрин. И вот образуется фибриновый такой пласт, защищающий неповрежденные еще ткани от тех, в которых находятся микробы. Затем зеленая тучная клетка выделяет факторы вазодилитации. Вазодилитация – это расширение сосуда за счет расслабления его мышечных волокон. Итак, прежде всего это гистамин, который выделяет тучная клетка. Она стимулирует выход плазмы крови и клеток из сосудов ткани. Среди клеток нитрофилы, вот они такие голубо-головато-серые, выделяют факторы, разрушающие микроорганизмы и захватывают эти микроорганизмы. Среди факторов, которые они выделяют, находится перекись водорода, например, гипохлоридные радикалы, там укись азота и прочие вещества. Ниже, вы видите, пятая иконка. Нитрофилы и макрофаги, тут уже появился макрофаг, фагоцитируют микробы. Это видно здесь, что и голубая и фиолетовая клетка это делают. Наконец, шестой сюжет внизу. Макрофаги секретируют цитокины, то есть привлекают иммунные клетки в очах воспаления и активируют клетки, участвующие в регенерации, например, фибробласты. Здесь их еще нет, они припробуют эту зону позже, когда речь пойдет о необходимости регенерации. Вторая стадия воспалительной реакции – это так называемый процессинг и презентация антигена и вторичное распознавание несвоего или чужого. Вернемся к прежнему слайду. Все вещества микродной природы, которые здесь заставляют начинаться воспаление системы врожденного иммунитета, это вот в начале процесса для врожденного иммунитета чужеродные вещества, которые называются патоген-ассоциированными шаблонами или повреждения-ассоциированными шаблонами, но не антигенами. Потому что в системе врожденного иммунитета вещества под названием антигены отличить друг от друга не могут. Потому что антигены слишком велики по размеру для систем врожденного иммунитета, как раздражители. А вот когда процесс воспаления продолжается, в процесс вовлекаются клетки приобретенного иммунитета. Такая клетка на этой картинке указана в самом верху справа, как клетка зеленого цвета с фиолетовым ядром. Это Т-клетка или Т-лимфоцит. Итак, что мы здесь видим? Процессинки презентации антигена и вторичное распознавание вот этого антигена в виде несвоего. Здесь вы видите, что в процессе развертывания распаления происходит процесс, процессинки презентации антигена. Что такое антиген? Это часть микроорганизма, которая с одной стороны чужеродная, то есть это маркер не своего, а с другой стороны достаточно велика и специфична, чтобы быть распознана не только клетками врожденного иммунитета. Вот внизу тут показана большая желтая клетка слева. Это дендритная клетка. Ее можно было бы, извините, макрофагом. А антигены как раз это вещества, которые различаются рецепторами лимфоцитов. Итак, по порядку. Мы уже знаем, что в ткани попадает микроб. Здесь микроб показан вот таким зеленым овалом. Дендритная клетка врожденного иммунитета захватывает этот микроб фагоцитозом. В фагоцоме эта бактерия присутствует до момента слияния фагоцомы с лизосомой. Сома вот показана как маленькая такая овальная полость, наполненная ферментами. Ферменты, как такие светлые точки в кислой среде внутри фагоцомы, атакуют бактерию, бактерия разрушается. Из бактерии вычиняются компоненты, часть из них называется антигенами. То есть они будут стабильны при такой обработке, они не разрушатся с лизосомальными ферментами. И они, обычно это пептиды, полипептиды, будут связываться с белками комплекса гистосовместимости. Это major histocompatibility complex. Белки комплекса гистосовместимости показаны здесь, как такие зеленые объекты с вырезкой. То есть они, эти белки, являются белками гистосовместимости. Major, главное, histocompatibility, гистосовместимость complex. Или MHC. Это группа генов и, соответственно, белков, которые не кодируют, которые участвуют в распознавании чужеродных веществ. Белки эти формируются в аппарате Гольджи на плазматическом ретикулем. И когда в эти камеры аппарата Гольджи на плазматическом ретикулема попадают антигены микробные, то антигены связываются с белками вот этого комплекса гистосовместимости. Ну, он может быть первого или второго типа, этот белок. В данном случае мы будем говорить о белках комплекса гистосовместимости второго типа. Вот вы видите тут в английском тексте MHC2. Эти белки комплекса гистосовместимости связывают в своих таких вот щелях специальных, щелях Бёркмана, так называемых, антигены микробов. То есть вы видите комплекс MHC2 белка и овальный антиген микроба, вычленные из него при его разрушении. Эти белковые комплексы транспортируются на поверхность клетки, в том числе и вот такие вот длинные выросты, и выводятся на поверхность. Этот процесс называется презентация антигена. То есть что получается? Дендритная клетка, антиген, презентирующая клетка, это макрофаг или дендритная клетка, клетка врожденного иммунитета, захватывает бактерию, выделяет антиген, связывает антиген со своим белком комплекса гистосовместимости второго типа и презентирует этот антиген. То есть выводят на свою поверхность белки комплекса гистосовместимости, тут они показаны зеленые с вырезками, которые уже соединены химически с антигенными детерминантами. Они тут показаны желтыми наверху. И эти антигенные детерминанты представляются, презентируются в составе белка MHC2 рецептором, это Т-клеточным рецептором, тут они желто-фиолетовые, Т-лимфоцита. И если Т-лимфоцит имеет Т-клеточный рецептор, специфически связывающийся, распознающий данную антигенную детерминанту бактерии, то тогда Т-лимфоцит начинает активироваться. Начинает активироваться. То что вы здесь видите? Что на второй стадии процессинга и презентации антигена чужеродный антиген, проходя через антиген, презентирующий клетку, врожденного иммунитета презентируется этой клетки на поверхности, клетки врожденного иммунитета, и начинает активировать клетки под названием Т-лимфоциты. А Т-лимфоциты – это уже клетки приобретенного иммунитета. Почему процесс называется вторичное распознавание не своего? Потому что сначала длиндритная клетка макрофага должны были разнать микроб, как что-то чужеродное, распознавая его под такие ассоциированные молекулярные шаблоны, но еще не антигены. И после того, как бактерия разрушается, на поверхность вот этой вот длиндритной клетки выводится уже антиген микробный, который может быть распознан клетками, Т-лимфоцитами приобретенного иммунитета. Вторичное – это значит, чужое распознается два раза. Один раз макрофагом или длиндритной клеткой, а второй раз Т-лимфоцитом. И с этого момента Т-лимфоциты начинают размножаться, создавая клонусовые клетки, начинается и полиферация. Далее. Третьим этапом развития воспаления является развитие так называемого адаптивного, он же приобретенный, иммунного ответа. То есть слово приобретенный иммунный ответ и системы приобретенного иммунного ответа – это аналоги слова адаптивный иммунный ответ. Адаптивный, то есть который как бы адаптирует организм человека к антигенам, которые в данный момент к нему попали. Развитие этого иммунного ответа – это активация синтеза иммунокомпетентных клеток. То есть, иначе говоря, это начало пролиферации Т-лимфоцитов после того, как они узнают антиген, и Б-лимфоцитов. А также развитие адаптивного иммунного ответа означает начало и последующее все более и более значительное производство антител, которые могут связаться с чужеродным антигеном и помешать бактерии, несущей этот антиген, так сказать, вызывать инфекцию. И дальше идет четвертый путь – накопление иммунокомпетентных клеток и антител вместо инфекции и повреждения. Ну, начало адаптивного ответа и его развертывание во всей красе. Обратите внимание на рисунок внизу. Вы видите здесь следующее. В правом верхнем углу вы видите такую звездчатую клетку, похожую на морскую звезду, желтую с почти черным ядром. Это дендритная клетка, такая же, как та, которая была на предыдущем слайде. Что она здесь делает? Вы видите фиолетовую бактерию с жгутиком. Она имеет чужеродные вещества, которые называются патогеносоциированными шаблонами. Эти шаблоны распознаются вот красным рецептором дендритной клетки, который называется по-английски PRR. Это pattern recognizing receptor. То есть это pattern или шаблон по-русски, распознающий рецептор дендритной клетки. Вот это вот и есть первичное распознавание антигена. Затем, как мы понимаем, дендритная клетка поглощает этот микроб, фагоцитирует его, переваривает и вычленяет из него уже антигенные вещества, антигены. А потом презентирует эти антигены на своей поверхности. Так вот, дендритная клетка может презентировать бактериальные антигены на своей поверхности с белками комплексной совместимости второго типа, MHC2, это major histocompatibility complex протеин второго типа. И будет то, о чем мы уже говорили раньше, вот в сегодняшней лекции. С другой стороны, дендритная клетка может другой антиген этого же микроорганизма представить в комплексе белком к гистосовместимости первого типа, MHC1. В зависимости от того, с каким MHC белком дендритная клетка представляет антиген, будут стимулироваться разные типы иммунной реакции. Итак, если в процесс вовлечен MHC2 белок, вот то, как здесь, на предыдущем слайде, MHC2 был зеленый, а здесь он показан как такой вот фиолетовый. Сам антиген овальный голубой. Итак, MHC2 представляет антиген с поверхности дендритной клетки на Т-лимфоцит. Вот на предыдущем слайде он был зеленым, здесь он голубой с соответствующими рецепторами. Вот эти рецепты называются TCR, T-cell receptors, или Т-клеточные рецепторы. Если антиген специфичен к Т-клеточным рецепторам именно данного Т-лимфоцита, и если лимфоцит имеет маркер CD4, то он начинает бурно размножаться, создавая клоны хелперов. Т-хелперы могут быть разных типов. Т-хелпер первого типа, второго типа и семнадцатого. Это значит, что активированный Т-хелпер наивный в самом начале, когда он распознал свой антиген, правильно ему представленный с белком МШС-2, этот хелпер имеет шанс развиться в процессе формирования своих потомков в разной популяции хелперов. Хелперов первого типа, второго типа, семнадцатого. Мы не будем сегодня говорить об этих деталях особенно, но мы уже говорили про антитела. Итак, если наивный хелпер, предшественник, создавая свое потомство, массивное, многоклеточное, включающие сотни тысяч клеток, будет трансформироваться и созреет в хелпер второго типа, как здесь он показан таким зеленым, то он выделит интерлекин-4, это цитокин, и некоторые другие интерлекины, интерлекин-5, например, которые будут стимулировать две лимфоциты, но не все, а те болимфоциты, которые сами распознали чужеродный антиген. Здесь они показаны такими середними. Б-лимфоциты начнут размножаться, пролиферировать. Это будут не любые болимфоциты, а те, которые имеют мембранные рецепты, распознающие антигены, которые не были специфичны, микробные. И вот эти болимфоциты зеленые здесь показаны слева. Потомки болимфоцитов, которые будут в большом количестве присутствовать в лимфоидных органах, досозреют, доформируются в плазматические клетки. Они будут жить два дня, они не смогут превращаться в другие клетки, не смогут размножаться, но зато плазматическая клетка сможет провести огромное количество молекул антител. И молекул антител начнут связываться с микробами и их антигенами, блокируя их распространение в организме или участвует в уничтожении. Иначе говоря, фиолетовый микроб, который был справа распознан андридритной клетки, в конце концов будет распознан и блокирован антителами, которые вот здесь показаны слева. То есть события андридритной клетки к предшественнику CD4-хелпера при вращении ухелперов второго типа, активации болимфоцита, который превратится в плазматическую клетку и потом создаст огромное количество антител. Вот появление вот этих вот антител это и есть формирование нормального гуморального приобретенного иммунитета. Приобретенного, понятно. То есть это не дендритные клетки, размножившиеся, а продукты размножения лимфоцитов, которые обладают специфическими рецепторами против антигенов. Хорошо. Почему гуморальные? Потому что белки, которые будут произведены, антитела, находятся в растворе в плазме крови, в некоторых случаях в слюне и других секретах, то есть в растворимом виде. Гуморальный это значит антитильный. Плод или связанный с какими-то прочими белками, присутствующими в растворе. Кроме приобретенного гуморального иммунного ответа, может формироваться и клеточный иммунный ответ. Он показан событиями справа внизу. То есть если дендритная клетка представляет антиген вот этот всеугольный микроб, который она захватила с белком MHC1 комплекса главного комплекса гистина 71-го типа, то уже Т-лимфоцит не только CD4-маркером, но и CD8-маркером может распознать такой антиген в представленном таким образом виде. Это будет не предшественник Т-хелпера, как вот мы до сих пор говорили, обсуждая гуморальный тетельный иммунитет, а это будет уже клеточный иммунитет, который означает, что CD8-лимфоцит размножится и превратится в цитотоксическую клетку киллера, не хелпера, а киллера, который будет выделять ядовитые вещества перфорины и гранзимы и разрушать не сам микроб, но клетку человека, инфицированную этим микробом, здесь вот показана такая вот голубовато-красноватая спираль, то есть означает, что это ДНК, ДНК микроорганизма, который делает эту клетку поврежденной, измененной, и вот именно ее, эту поврежденную клетку, надо убить цитотоксическому тельмфоциту, потому что такая измененная клетка будет работать как инкубатор для микробов, для вирусов, например, ее надо уничтожить как фабрику производства вируса. Я понимаю, что схема достаточно сложная, но из нее вы должны понять следующее, что клетки врожденного иммунитета, прежде всего дендритные, первыми распознают чужеродные вещества, это будет первичное распознавание чужого или измененного своего с шаблоном распознающими рецепторами, и патен, патен, рекогнозный рецептор по-английски. Затем два типа событий могут произойти. Если такая активированная дендритная клетка представит антиген с MHC2 белком, Т клеткам с маркером CD4, то будет активирована популяция разного типа хелперов. Т-хелперы второго типа, например, их функция будет стимуляции Б-лимфоцитов к размножению и превращению пазматической клетки ситоз-антител. Это будет развитие гуморального иммунного ответа. Т-хелперы, например, первого типа будут стимулировать макрофаги и цитотоксические лимфоциты, что здесь не показано, к атаке на зараженную клетку либо макрофагом, либо т-килером. Это уже будет клеточный иммунный ответ без антител. Т-хелперы 17-го типа, например, производя большое количество провоспалительных цитокинов, которые стимулируют воспаление, например, интерлекина-17, интерлекина-22 приведут к тому, что в зону воспаления, туда, где находится нитритная клетка, будет привлекаться большое количество нитрофилов. И озовется так называемое нитрофильное воспаление. Собственно, из них состоит гной. Формирование гноя это как раз активация хелперов 17-го типа. То есть, разные события могут здесь произойти. И, наконец, если нитритная клетка будет активировать CD8-лимфоцит через представление с белком MHC1 самой этой дитритной клетки треугольного антигена, то такой CD8-лимфоцит преобразуется в зрелую клетку киллера, которая лично будет уничтожать инфекционные агенты. Итак, следующая фаза воспаления это деструкция не своих антигенов и поврежденных своих клеток. Ну, понятно, что когда в ткане происходит накопление огромного количества лейкоцитов, жидкости, к тому же еще присутствуют микробы, выделяющие свои ферменты и токсины, происходит разрушение ткани и, соответственно, разрушение микробов и поврежденных ими тканей должны быть разрушены обычно теми же клетками. Как клетки могут разрушать ткани и поврежденные агенты с помощью синтеза большого количества микробицидных веществ, которые повреждают и наши же клетки, это перекись водорода, окисизода, ферменты, катоксины, лактоферина и прочее. За деструкцией происходит выведение разрушенных продуктов экскреторными системами организма, то есть все эти остатки разрушенные от микробов разрушенных микробов и разрушенных собственных клеток будет экскретироваться желудочно-кишечным трактом, кишечном соке, мочевой системой в виде мочи, потом, мокротами и любыми другими системами, вводящими какие-то объемы жидкости из нашего организма. и наконец последнее, что можно сказать воспаление это стадия регенерации и восстановления. Происходит пост воспалительная иммуносупрессия. Значок иммуносупрессии это как перевернутая буква Т. В схеме она, например, вот присутствует. Вот здесь такая буква Т. Вот буква Т супрессия, вот супрессия. То есть это подавление иммунной реакции. Вот подавление иммунной реакции. Все мы понимаем, что после того, как микробы уничтожены, ткани повреждены наши, где происходила эта война между микробами и иммунной системой, воспалительную реакцию нужно как-то свертывать, потому что если ее не прекращать, продолжение воспаления будет только уничтожать наши же собственные клетки. При части заболеваний человека так и происходит. Происходит развитие длинных воспалительных процессов и в конечном счете многие из них становятся направлены против собственных тканей. Так что вот с этим надо что-то делать. И это происходит за счет иммуносупрессии, подавления тех иммунных механизмов, которые до этого были активированы. Ну и попутно развивается своя иммунологическая память. То есть закладываются Т-лимфоциты памяти, Б-лимфоциты памяти, которые об этом столкновении первым с микробом уже будет проинформированы как носители этой распознающей микроб системы. Когда он второй раз попадет в организм, иммунный ответ будет сильнее. Здесь вы видите схему, которая прочерчена вот такой вот прерывистой голубой линии. все все что вы видите выше это активация воспалительного процесса. Все что вы видите ниже этой линии это процессы иммуносупрессии, развития иммунологической памяти и регенерации. Ну вот цифра один на этой схеме показывает начало воспаления с белыми стрелками. Ну вот если посмотреть от цифры один налево то вы увидите как из капилляров выходит нитрофил в ткани путем диапидеза моноцит предшествует макрофага и Т-клетка. То есть совершенно ясно что здесь мы говорим о накоплении в тканях вот этих вот антимикробных фагоцитирующих клеток и лимфоцитов. Кроме того вы видите что моноцит в острой стадии воспаления в начале стадии воспаления преобразуется в макрофага первого типа М1. То есть из моноцита может получиться макрофаг первого типа или макрофаг второго типа. И вот какой именно из них произойдет из данного моноцита вот либо такой либо такой называется поляризацией. То есть предшественник моноцит превращается либо в макрофага первого типа либо в второго что-то превращается созревает. Почему разное может быть созревание? Потому что эти макрофаги, вновь образующиеся, находятся в присутствии окружения цитокинов, которые заставляют их превращаться в ту или другую клетку. Итак, макрофаги первого типа участвуют в островоспалительной реакции, связанной с разрушениями клеток, как и нейтрофилы. Например, макрофаг первого типа, будучи активированным интерфероном гамма и тумор-некротический фактор от интерферон гамма секретируется Т-хелпером первого типа, например. Активируется такой макрофаг первого типа, вот М1 макрофаг, и производит окись азота, а также другие кислород, содержащие реактивные радикалы. Там перекись водорода. Вот реактивные кислородные радикалы показаны здесь звездочкой с буквами РОС или вот этим вот оксидом азота. Эти вещества окисляют микробы, окисляют собственные ткани и приводят к гибели как микробов, так и собственных тканей к повреждениям. Кроме того, макрофаг выделяет интерлекин-12, интерлекин-1, а интерлекин-1, если его много в тканях, воздействует на вновь прибывшие моноциты, заставляя их поляризироваться или превращаться опять-таки в макрофаге первого типа. Их становится все больше и больше. Кроме того, интерлекин-1, интерлекин-12 стимулирует усиление кровотока с выходом лейкоцитов и жидкости в ткани. Но рано или поздно воспалительный процесс, связанный с повреждением микробов в собственных тканях, должен заканчиваться, когда, например, микробов уже больше нет. Тогда смещается вообще все, что происходит в тканях. Новые поступающие моноциты под воздействием террегуляторных хелперов, это иммуносупрессивные хелперы, и уже существующих макрофагов второго типа, начинают выделять вещества, препятствующие проникновению лейкоцитов в ткани, а если уж они проникли в ткани, то стимулирующие превращение моноцитов в макрофаги второго типа. Вот макрофаг один второго типа, слева показан под перерывистой голубой линией, или макрофаг второго типа прямо по центру, над регенерирующей выщущенной клеткой. Макрофаг второго типа блокирует синтез интерферона гаммы и туморомикротических факторов Т-лимфоцитами. Макрофаг второго типа возникает, когда в тканях накапливается интерлекин-4 или интерлекин-13. Интерлекин-4, кстати, производится тахиоперами второго типа, которые стимулируют производство антител. Эти вещества воздействуют на предшественникового макрофага и заставляют его превращаться в макрофаг второго типа, а он поддерживает уже регенерацию и свертывание иммунных реакций. Макрофаг второго типа производит интерлекин-4, который будет, опять-таки, стимулировать преобразование моноцитов в макрофаге второго типа. Макрофаг второго типа производит интерлекин-10. Он производит трансформирующий фактор роста бета. Transforming Growth Factor Beta. Интерлекин-10 и трансформирующий фактор роста бета – это иммуносупрессивные цитокины, которые подавляют превращение моноцитов в макрофаге первого типа и вообще подавляют все иммунные реакции, подавляют размножение лимфоцитов, подавляют проникновение в ткани новых порций нитрофилов. Фагоциты, которые здесь уже оказываются к этому моменту времени, начинают поглощать разрушенные собственные ткани, потому что различают на них шаблоны повреждения. Но в то же время вот эти вот макрофаги второго типа, которые выделяют иммуносупрессивные агенты и удавляют поврежденные собственные ткани, опять-таки снижают активность макрофагов первого типа и предвращают их возникновение вновь из предшественников. К тому же трансформирующий фактор роста бета стимулирует рост фибриновых волокон, которые заполняют собой поврежденные ткани и стимулирует регенерацию. Тут показан рост новых мышечных тканей, которые стимулируются к регенерации. Вот трансформирующий фактор роста бета, который здесь показан, и он секретируется макрофагами второго типа и Т-регуляторными лимфоцитами тоже. Как видите, картина очень сложная, но картина имеет свое начало в верхней части, которая в основном приводит к разрушению микробов поврежденных тканей, повреждению этих тканей наших, и к второй части, которая показана внизу, которая свертывает все эти повреждающие воспалительные механизмы, ведет дело к восставлению тканей и прекращению воспаления. Ну, пойдем дальше. Теперь некоторый обзор факторов иммунитета, как таковых. Итак, факторы врожденного иммунитета делятся на физические, белковые, клеточные, цитокины и системную реакцию воспаления. Но системные реакции воспаления, вы же видели, это очень многокомпонентные реакции, и туда входят не только факторы врожденного иммунитета, но и факторы приобретенного иммунитета, например, лимфоциты, там, Т и Б. Итак, физические факторы – это механические барьеры, кожи, слизистых. Белковые факторы, распоримые в крови – это разные системы белков, например, система белков комплимента и интерферона. Клеточные факторы – это гранулоциты, дидритные клетки, макрофагии. Вот эти три типа – это фагоцитирующие клетки и естественные киллеры. Они не фагоциты. Они внеклеточно разрушают чужеродный объект, например, зараженный вирусом в свою клетку. И, наконец, цитокины. Цитокины, которые выделяются клеточными факторами, гранулоцитами, дидритными клетками, естественными киллерами, или цитокины, которые выделяются даже Т-клетками, относятся к факторам рожденного иммунитета. Например, фактор некроза опухоли стимулирует воспалительную реакцию. Интерликин-1 стимулирует воспалительную реакцию. Интерликин-6 стимулирует воспалительную реакцию. А вот интерликин-10, он тут не показан, он ингибирует, подавляет воспалительную реакцию, стимулируя начало регенераторных процессов. очень коротко, кожа сама по себе многослойная ткань вот это большое количество слоев кератиноцитов, которые в верхней части вообще мертвые создает такую защиту как кора на дереве и она механически препятствует проникновению микробов, но если они проникают в кожу, они сталкиваются с клетками лангерганца, это предшественники дендритных клеток помните, те, которые представляют интеген вот эти вот клетки лангерганца реагируя на бактерии или вирусы, которые здесь оказались своими шаблонно с познающими рецепторами активируются начинают двигаться из слоев кожи в подкожную ткань попадают люфоидные сосуды и прифатические узлы, и здесь эти уже настоящие дендритные клетки контактируют с лимфоцитами, например с Т-лимфоцитами презентируя им антигены и с этого начинается уже развитие приобретенного иммунного ответа кроме вот клеток, которые здесь мы видим кератиноциты клетки лангерганца дендритные клетки лимфоциты макрофаги кожа защищает себя выделяя жирные кислоты и не только жирные кислоты водорастворимые кислоты фото в их сальных желез они создают низкое pH и мешают микробам таким образом размножаться физическим физическим барьерам относятся и слизистые слизистые защищают наши так сказать внутренние органы защищают строения своеобразного например строения на собой полости с большим количеством поворотов при движении воздуха для природных частиц приводит к их улавливанию если они более десяти микрометров то уже на слизистый нос они наседают мерцательные эпителии трахеи например улавливают слизистые комки с микробов и частиц меньше десяти микрометров затем это выкашливается и дыхательное горло освобождается от связанных слизью микробов если это мочевая система то происходит смывание мочой если это желудочно-кишечный тракт верховосположенных участков там просветы кишечника выведения с фекалиями ну и конечно лифоидные ткани слизистые вот на картинке сверху вы видите так называемую м-клетку макрофолд или складчатую клетку эта клетка находится среди прочих клеток медицательного эпителия но у нее с внутренней стороны есть такая обширная полость в которой могут находиться клетки как видите или макрофаги которые являются антиген представляющими клетками м-клетка путем ограниченного очень фагоцитоза захватывает микробы и в небольшом количестве транспортирует их вот эти свои карманы в таком количестве которое не может повредить лимфоцитам и макрофагам которые находятся в этих карманах макрофаги захватывают эти бактерии разрушают представляют антиген представляют их т-хелпером и те мигрируют лимфоидные ткани подслизистых первые бляшки например размножаются в них и активируют процесс формирования антител то есть развитие приобретенного гуморального ответа не любых антиотелл а иммуноглобулинов класса А секреторных здесь не показано как такие двойные латинские буквы с голубыми сегментами внутри значит такие секреторные иммуноглобулины секретируются в просветы органов покрытых этим эпителем связываются с микробами и не позволяют микробам присоединиться к клеткам самих слизистых потому что они связывают рецепторы микробов которые могли бы реагировать как адгезины с клетками слизистых а так они блокируют силами и микробы просто удаляются физиологически из данного органа кроме того в слизистых много химических веществ которые уделяются клетками со слизистыми и обладают антибактериальным эффектом например это бактерицидные компоненты слез слюны такие как ризоцинт пероксидаза лектоферин туда же можно отнести и систему комплимента часть которой попадает в слизистые секреты сюда же относятся гидролитические ферменты слюны кислые опажи желудочного сока дефинзины и прочие многочисленные белки которые несут защитную функцию слизистых теперь о гуморальных факторах рожденного иммунитета система комплимента это очень сложная система и мы уделим ей отдельное внимание система комплимента это сумма белков плазмы крови на сегодняшний день открыто более 26 белков этой системы которые работают в координированной связи друг с другом это термолобильные белки это значит что при 56 градусах за 30 минут они теряют свою активность но это в лабораторных условиях главные биологические эффекты системы комплимента то есть система активируется чужеродными веществами система после активации приводит к клизису бактерий к продукции хематрактантов то есть веществ которые привлекают лейкоциты из сосудов в ткани где происходит активация системы комплимента третий эффект продукции медиаторов воспаления ну таких например как гистамин его выработка стимулируется активация системы комплимента и четвертый пункт абсонизация абсонизация это такая ситуация когда белки системы комплимента уже после их активации приклеиваются к микробам и делают их заметными для лейкоцитов на поверхности которых есть рецепторы к вот этим вот абсонинам абсонин это вещества например C3B белок системы комплимента который после активации приклеится к микробы и делает его видимым для алкоцита абсонизация 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 с системы комплимента активируется разными путями но конечный результат один и тот же вот какой то из этих четырех либо все четыре на фотографии вы видите кольцо с белым венчиком белый венчик это активированные белки системы комплимента в основном C9 внутри это дыра дыра в липидной мембране например наружной мембране клеточной стенки громады лицетные бактерии или мембране клетки человека если она повреждена то есть все что окружает это кольцо это поверхность липидного мембранного слоя а вот внутри это отверстие из которого клетка теряет воду ионы погибают справа вы видите большую поверхность мембраны человеческой клетки например вот red blood cell человеческой которая испещрена вот этими дырками которые организованы за счет внедрения белков системы комплимента в липиды липиды мембраны эритроцитов видите большое количество отверстий этот эритроцит как бы расстрелян из дробовика на данном слайде вы видите очень приблизительное описание трех путей активации системы комплимента ну прежде всего я должен вам сказать что система комплимента обозначается то есть отдельные белки обозначаются как белки это первая буква слова комплимент и номер c1 c2 c4 c3 и так среди этих 26 белков 9 имеют индекс c и когда c9 включается в активированный комплекс вот тогда происходит образование вот этой дырки в тканях которые называются мембрана такой еще комплекс он приводит к образованию этого отверстия прочие белки системы комплимента не имеют название c и какой-то номер это например белок b белок d белок p фактор i фактор h там cd55 все cd это рецепторы на поверхности клеток это тоже компоненты системы комплимента ну давайте по порядку самый мощный путь активации системы комплимента это классический путь затем был открыт альтернативный и третьим открытым был уже ликтиновый путь итак классический путь активации системы комплимента если у человека есть антитела уже против данного микроба и в его организме вот антитела иммуноглобулин g класса g или иммуноглобулин класса m вот если они есть специфические к антигену, который тоже находится в данном месте организма человека, в крови, например, то образуется антиген антительный комплекс. Антитела связываются с антигеном. Этот комплекс реагирует с белком С1 системы комплимента. Этот белок состоит из субъединиц трех типов. С1Q, С1R, С1S. Эти субъединицы перестраиваются после взаимодействия с комплексом антигена антитела и превращаются в активный протеолитический фермент, который специфически реагирует с белком С4 и с белком С2. Белок С4 и С2 разрушаются, каждый из них, на два компонента. Например, С4А и С4Б. С2А и С2Б. Таким образом происходит активация белка С4 и С2. В результате части, вычлененные из этих белков, объединяются в новый комплекс, которого до этого до активации не было. А именно, С4Б, компонент разрезанной молекулы С4, связывается с С2А белком, вычленным из С2 белка. И образует химическую связь, формируя комплекс с формулой С4Б2А. Это вновь сформированный фермент, называется С3-конвертазой. Конвертазы – это ферменты, модифицирующие субстрат, на которые они действуют. В данном случае, раз С3, то получается, что это С4Б2А комплекс, реагирует с белком С3, разрезает его на С3А и С3Б. С3Б связывается с С3-конвертазой и формируется уже не двучленный, а трехчленный комплекс. А именно, С4Б2А3Б. Вот С3Б – это вычленный только что из С3 белка. Значит, получается так, что вот этот вот трехкомпонентный комплекс приобретает новую ферментативную активность. И называется уже С5-конвертазой. То есть, вот этот трехкомпонентный белок системы классического пути активации комплемента действует на белок С5, следующий белок. Опять-таки, разрезает его на растворимую молекулу С5А и С5Б. Но тут традиция, которая уже начала просматриваться, нарушается. Белок С5Б связывается с мембранной, липидной мембраной клетки мишени, бактериальной или человеческой. Приклеивается к ней. После этого, к этому С5Б белку, который приклеился к мембране, присоединяется белок С6. И комплекс С5БС6 чуть-чуть углубляется в эту мембрану. После этого, к этому комплексу присоединяется белок С7, потом С8, и 9 или 10 белков С9. Вот N показано, что их тут довольно много. Порядка 10 на 1 мембранно-атакующий комплекс. Вот этот комплекс С5БС6, С8, С9 называется МАК или мембранно-атакующий комплекс, потому что он формируется на мембранах. Вот вы видите здесь липидный бислой и вот такую вот трубку, стенка которой защищает от смыкания, от восстановления липидного слоя комплекс вот этих 9 или 10 С9 белков. В результате клетка лизируется, погибается. Кстати, я хочу вам сказать, что в систему белков комплемента входят не только вот эти вот белки, которые только что перечислил, там С1 и так далее, но входят и ингибиторы этой системы, которые должны прекратить активацию системы комплемента после того, как исчезнет антиген. Вот ингибиторы этой системы как раз вот указаны здесь символами не внутри рамок. Вот, например, формирование С5-конвертазы вот этого фермента блокируется мембранами рецепторы СД55, СР1, СД46, СДБП. То есть на поверхности клеток могут находиться вот эти вещества, которые, связываясь с С3-конвертазой, мешают формированию С5-конвертазы, снижая интенсивность иммунной реакции. То же самое вы видите, вот, фактор 1H, который мешает образованию С5-конвертазы, но уже альтернативному пути активации системы комплемента. Кстати, о других путях. В центре находится лектиновый путь. Что такое лектиновый путь? Это путь, который начинается с распознавания белком, который называется лектин, определенного углевода микробного. Вот что вы видите здесь. Микробный, карбогидратный, то есть полисхоридный комплекс. Если полисхорид микроба, его стенки, включается терминальная моноза, то такой лектин, как моноза, связывающий лектин или моноза, связывающий протеин, плазмы крови, а некоторые клетки, кстати, такие протеины несут на своей поверхности, начинает работать этот лектин после распознавания терминальной монозы, микроба, так же, как все один белок системы комплемента после активации. То есть моноза, связывающий лектин, разрезает молекулы С4, С2, сформирование таких же точно продуктов, как и при классическом пути активации комплемента. То есть начало для лектинового пути – это не формирование комплекса антигена антитела, а распознавание моноза, связывающим белком человека, такого патогена ассоциированного шаблона, как сахар моноза, который является терминальным последним в полисахариде. Например, в полисахариде, там либо полисахаридомикроба, или полисахариды капсуломикроба. Таким образом, вот здесь происходит первичное распознавание чужого, чужого. Чужое, как вот это терминальное моноза, это является патоген, ассоциированный молекулярным шаблоном. А моноза, связывающий белок, в данном случае, является шаблон, распознающим рецептором. То есть вот вы видите первичное распознавание чужого при активации лектиного пути, активации системы комплемента. Альтернативный путь, третий. Здесь вы видите бактерию, на ее поверхности липополисахарид. Итак, часть поверхностных структур микробов, например, липополисахарид, может связываться напрямую с белком С3. Без С2, без С4, без С1. Белок С3, когда он старится в процессе своего, как бы, жизненного цикла, даже в норме должен превращаться в, так сказать, продукцию распада. Например, С3Б. Но С3Б белок очень быстро разрушается протеазами человеческой крови в норме. Но если такой С3Б белок застрял среди волокон-липополисахарида, вот этих боковых углеводных цепей, на поверхности бактерии, то С3Б белок не распадается. Его находит и связывается с ним белок Б. Это тоже белок системы комплемента, но связан с альтернативным путем. Образуется комплекс С3Б и Б на поверхности бактерии. С этим комплексом реагирует белок Д. Делает его стабильным. И разрушает этот белок Д, это фермент, вот этот вот Б-компонент на два элемента. БИ и БИ, так как это было с белками С вот в классическом пути. В итоге получается комплекс С3Б, Б большое, Б маленькое, это кусок ББ. Вот этот комплекс связывается с белком П тоже. альтернативного пути. И превращается в С3-конвертазу. Это С3-конвертаза альтернативного пути. А С4Б2А это конвертаза классического пути. Действование точно так же, как один и другой, разрушая С3 на С3А и С3Б. С3Б компонент связывается с С3-конвертазой альтернативного пути. Вот здесь формирует трехчленный комплекс, который уже работает как С5-конвертаза, разрезает С5 на С5-альфа и С5-бета и формирует мембрану атакующего комплекса. Конечно, здесь есть тоже свои ингибиторы. Фактор А и Эйч препятствует сформированию С5-конвертаза альтернативного пути активации комплемента. Кстати говоря, в самом низу CD59, S-протеин и кластерин это белки системы комплемента, которые ингибируют образование уже своего мембрана атакующего комплекса в самом конце работы системы комплемента. На этом слайде вы видите, как работает система комплемента, но в связи с воспалением. Итак, вы тут видите классический путь активации системы комплемента. Вот бактерия, вот два таких уобразных две молекулы иммуноглобулинов они связываются с поверхностью бактерий, формируя антигенотельный комплекс. Связывают белок С1, С1 активирует белок С4, С2, С3, 5 и так далее, вплоть до образования мембрана атакующего комплекса, то есть лица бактерий. Сам внизу справа это и происходит. Но где-то в средине вот этого пути активации системы воспаления происходит стимуляция этой системы процесса опционизации и процесса воспаления. Делается это за счет следующих белков системы комплемента. С3B белок системы комплемента может стать с одной стороны компонентом С5 конвертаза, а может связаться с поверхностью бактерий, поскольку это так называемый апсонин. Здесь он показан такими двумя желтыми цилиндриками. на фагоцитах например на макрофагах есть рецепторы к С3B молекулы системы комплемента. Рецепторы С3B рецепторы макрофага вот они здесь показаны взаимодействуют с этим апсонином С3B и через него позволяют фагоциту быстро найти бактерию и проглотить ее, зафагоцитировать. То есть бактерия может не только быть разрушена самим комплементом может быть зафагоцитирована и разрушена уже самим фагоцитом. То есть апсонизация это путь активации фагоцитарных реакций. С3B белок системы комплемента вот апсонин. Следующее С3A вот и С5A это растворимые вещества они не участвуют в создании конвертаз но они являются хемоатрактантами и анофилотоксинами. Что это значит? С3A С5A как хемоатрактанты взрыводействуют то есть они образуются в большом количестве здесь в создании активации комплемента проникают внутрь сосудов и заставляют мигрирующие в сосудах нейтрофилы макрофаги моноциты элифоциты начать свое движение из сосудов ткани. Воспалительная реакция то есть это хемоатаксис воспалительная же реакция то есть изменение сосуда увеличение его диаметра решение пространства между соседними эндотеллянными клетками увеличение проницаемости для клеток выходящих из него иглка вот это вот все происходит за счет активного выброса тучной клеткой гистамина который как раз регулирует диаметр и проницаемость капилляров тучная клетка активируется к выбросу все теми же белками С5А и С3А то есть они работают как анафилотоксин анафилотоксин это как бы токсин яд который вызывает реакцию похожую на анафилактическую похожую на аллергию в данном случае аллергии таковой и нет но часть патогенезоаллергической реакции видна как выделение гистамина вот тут вы видите капсонизацию стимуляцию воспаления через активацию тучных клеток и вывод гистамина и работа хематрактантами за счет выхода гликоцитов в ткань где происходит активация комплиментов следующая система белков о которой я хотел сказать это система интерферонов интерфероны это группа белков которая разделена на три класса альфа интерфероны бета интерфероны гамма интерфероны каждый это не отдельный белок а группа родственных белков с одинаковым биологическим эффектом чем система интерферонов отличается от других систем крови человека защитных например от системы комплимента интерфероны в отличие от системы комплимента видоспецифичные белки это значит что интерферон альфа интерферон произведенный в человеческом организме действует как интерферон биологический Только в человеческом организме, но не в организме собаки, не в организме лошади или крысы. И в то же время бета-интерферон, альфа-интерферон, гамма-интерферон, мыши никак не будут вызывать биологический эффект интерферона в организме человека. Белки комплимента будут работать и в чужом организме, а вот белки системы интерферонов нет. Это их особенность. То есть альфа-интерфероны синтезируются лейкоцитами разных типов и не только лейкоцитами, а эндотелиальными клетками, а вообще клетками разных типов. Биологический эффект. Они угнетают репликацию вирусов путем отмены или снижения тессивности трансляции вирусных белков. То есть синтез вирусных белков с вирусных АМРНК, матриксных, они препятствуют, не могут реализоваться за счет действия интерферона. К сожалению, не все вирусы чувствительны к интерферону, но такие вирусы, как вирусы гриппа, большинство штаммов чувствительны. И такие препараты альфа-интерферона или интерферона первого типа рекомендуются как профилактические и терапевтические, например, при гриппозной инфекции. Бета-интерфероны. Они синтезируются фибробластами. Они угнетают рост некоторых раковых клеток, в крайней мере, в лабораторных условиях, а также некоторых типов вируса. Альфа- и бета-интерфероны объединены под таким названием, как интерфероны первого типа. И те, и другие рассматриваются как компоненты препаратов с противовирусной активностью. Совсем другое дело гамма-интерфероны. Гамма-интерфероны не имеет какого-то антиракового или антивирусного прямого действия, но они являются мощнейшими иммуномодуляторами. Интерфероны гамма производятся CD4-T-хелперами первого типа. Производятся макрофагами первого типа. С некоторыми другими клетками, например, они могут производиться нормальными киллерами. Что они делают? Они иммуномодулируют систему иммунную, то есть усиливают какие-то одни стороны и снижают автоматически какие-то и другие стороны. Это и есть модуляция, то есть изменение не общей интенсивности, а направленности реакции. Гамма-интерфероны, например, стимулируют развитие клеточных иммунных ответов. Например, они стимулируют фагоцитарную активность макрофагов. Они стимулируют преобразование моноцитов в макрофаге первого типа и мешают преобразованию в макрофаге второго типа. Гамма-интерфероны стимулируют развитие Т-хелперов первого типа и производятся ими, стимулируют их. И стимулируют клеточные иммунные реакции, например, которые осуществляются CD8-лифоцитами киллерами. В то же время гамма-интерфероны снижают интенсивность образования антител. То есть снижают интенсивность работы Т-хелперов второго типа. То есть снижают приобретенный гуморальный иммунный ответ. Вот это вот иммуномодуляция. Ну, пошли дальше. На слайде, который вы видите здесь, вы видите три провоспалительных цитокина. То есть цитокина, который выделяется в основном макрофагами, эндотелиальными клетками, иногда Т-лимфоцитами. И способствует воспалительной реакции. Например, фактор некрозоопухоли выделяется макрофагами и Т-лимфоцитами после их активации микробными повреждениями, связанными с шаблонами. Или патогенно-ассоциированные молекулярными шаблонами. Вот эти марками чужого, которые распознаются первыми. То есть как факторы вот этих вот некрозоопухоли работают. Например, они действуют на клетке эндотелия сосудов. Стимулируя пропускание этими клетками в пространстве между соседними клетками жидкости в ткани. Что стимулирует воспаление, стимуляцию накопления жидкости в ткани. То есть воспалительной реакции. Они приводят к коагуляции некоторых белков. Например, там преобразование протромбина в тромбин. Они действуют на нейтрофилы, активируя их. На гипоталамус, что приводит к повышению тела человека, то есть лихорадки. Действуют на печень, стимулируя выводку так называемых белков острой фазы воспаления. Это белки, такие как цирреактивный белок. Альфа-1, антитрипсин, альфа-2, макроглобулин и там сыворочный амилоид. Все эти белки ограничивают распространение микробов в тканях, потому что связываются с этими микробами, препятствуя их инвазии тканями. То есть таким образом осуществляется защитный эффект. В мышцах фактор микроза опухоли стимулирует разрушительные биохимические процессы катаболизма, что может привести к ахексии, потере мышечной массы человека. Ну и фактор микроза опухоли приводит к стимулированию апоптоза, то есть самоубийства многими типами клеток на пике воспалительных реакций. Интерликин-1, он тоже вырабатывается активными микрофагами, клетками эндотелия и эпителия. Тоже действует на клетки эндотелия активную воспалительную реакцию. Действует на гипоталамус, вызывая гипертермию и на печень, приводя к активации, производству цирреактивного белка, как защитного белка. Интерликин-6 действует примерно так же, как и интерликин-1, но по химической формуле это белок, который отличается от интерликина-1. И несмотря на близость биологических эффектов, в биохимическом, иммунологическом ткани является в смысле другим совершенно белком. Ну фагоциты это факторы не гуморальные, а клеточные факторы врожденного иммунитета. То есть если классифицировать факторы, мы делим не только на врожденный, приобретенный иммунитет, мы делим на гуморальный и клеточный иммунитет. Клеточный иммунитет осуществляется, то есть клеточными, клетками врожденного иммунитета являются все фагоциты. Они делятся на макрофаги и микрофаги. Макрофаги это долгоживущие клетки, они живут от 7 до 50 дней после того, как созрели из моноцитов. Они осуществляют фагоцитарную реакцию и они вырабатывают хемоатрактанты, привлекающие другие клетки. И макрофаги работают как контингент презентирующей клетки, стимулируя развитие уже приобретенного иммунитета. Макрофаги это тоже фагоциты, но это краткоживущие фагоциты. Там нитрофилы живут 5-6 дней, базофилы 8-12 дней, а не 50 суток. Эти клетки, кроме фагоцитарной реакции, базофилы еще могут накапливать и выделять гистамин, из себя действуя так же, как тучные клетки. Но микрофаги не являются инсигент представляющими клетками и в этом плане они не могут стимулировать приобретенный иммунный ответ. Несколько слов о хемокинах. Хемокины это сокращенная форма слова хемоатрактантной цитокины. То есть это цитокины, которые выделяются разными типами клеток. Сами они являются малыми полипептидами молекулярной массы 8-12 кгдт. И выделяются эндотелиальными клетками, клетками эпители, фибробластами, нитрофилами, макрофагами и некоторыми другими клетками. После активации этих клеток патогены ассоциированы молекулярными шаблонами микробов. А также повреждения ассоциированы молекулярными шаблонами собственно поврежденных тканей. Все вот эти клетки, которые здесь перечислены, выделяют хемокины, которые привлекают вместо воспаления, вместо где происходит какое-то повреждение, инфекция, мигрирующие в кровеносном русле, нитрофилы, макрофаги, то есть еще не макрофаги, а моноциты, они потом станут макрофагами уже в тканях, Т-лимфоциты, фибробласты. Таким образом хемокины способствуют развитию иммунной реакции за счет химотракции, привлечения этих клеток. Хемокины классифицируют на 4 семейства и 2 из них главных. Это СС химокины, от СС1 до ССЛ28, такое семейство веществ, и СХС химокины, от СХСЛ1 до СХСЛ16. Эти химокины по-разному реагируют с клетками мишени и могут участвовать там в поляризации некоторых типов клеток, то есть в альтернативных путях созревания некоторых клеток. Кроме того, химокины, их продукция стимулируется присутствием провоспалительных цитокинов, таких как фактор некрозообухоли или интерлекинодин. Мы о них уже говорили раньше. То есть они еще способствуют через химокины химоатракции. Здесь вы видите, например, как разные химокины участвуют в разных процессах активации иммунных клеток. Например, внизу вы видите картинку, слева М1 макрофаг, тот, который активно разрушает микробы и ткани, стимулируя воспалительные реакции. А справа вы видите М2 макрофаг, тот, который стимулирует регенерацию и препятствует разрушению ткани. Вы знаете, что оба этих макрофага, это потомки, результаты созревания моноцитов крови, которые поступают в ткани. Ну так вот, химокины типа CX, CL9, CX, CL10, указанные красным, выделяются макрофагами первого типа в ответ на распознавание макрофагами шаблонов, патогеносоцированных молекулярных шаблонов бактерий за счет шаблонов спознающих рецепторов, например, за счет толк-лайк рецепторов, так называемых. И вот такой М1 макрофаг начинает в результате стимуляции выделять вот эти вот CX, CL, цитокины. Эти цитокины способствуют аттракции к месту событий и активации макрофагов первого типа и нормальных киллеров. При этом макрофаги первого типа, производя интерлекин-12, дополнительно стимулируют созревание этих клеток. А каждый из этих клеток, хелпер первого типа или нормальный киллер, секретирует интерферон гамма, который стимулирует образование из моноцита макрофага первого типа. Но обратите внимание, что этот макрофаг первого типа поддерживает т-хелперный ответ первого же типа, который стимулирует эти же макрофаги к цитной деятельности, поддерживая воспаление, а также стимулирует активацию нормальных киллеров первого типа и активацию T-киллеров, CD8-T-киллеров. Альтернатива. Другой набор хемокенов, например, CCL-17, CL-22 и CL-24, выделяются макрофагами второго типа, которые обладают противовоспалительными эффектами. Ну, например, макрофаги второго типа секретируют интерлекин-10, который здесь показан. А это иммуносупрессорный цитокин, об этом я уже говорил раньше. Итак, макрофаги второго типа через вот эти CCL, не CCL, а CCL-хемокены, стимулируют созревание иммунного ответа с преобладанием хелперов второго типа. Хелперы второго типа секретируют интерлекин-33, интерлекин-13, интерлекин-4, которые поляризуют моноциты, заставляя их превращаться, созревать в макрофаги второго типа. А также в макрофаге второго типа стимулируются интерлекином-4 и т-килл-13, которые вырабатывают базофилы и некоторые лифоидные клетки. Итак, что мы видим? Мы видим, что наличие хемокинов помогает хелперам противоположных типов стимулировать т-хелперные иммунные ответы конкурирующих видов. То есть в макрофаге один за счет своих CX-CL хемокинов, не только их, но и их тоже, стимулируют хелперов первого типа. Хелперы первого типа вырабатывают интерферон гамма, интерферон гамма препятствует формированию т-хелперов второго типа. Напротив, макрофаги второго типа, секретируя CCL хемокины, стимулируют созревание макрофагов второго типа из т-хелперов предшественников, стимулируют создание имени интерлекина-4, а он, в свою очередь, инибирует превращение т-хелперов предшественников в хелперы первого типа. Иначе говоря, мы видим пример иммуномодуляции. И вот интерферон гамма, кстати, вот тут показан, как иммуномодулятор, который поддерживает хелперный опет первого типа и накопление макрофагов первого типа. А вот интерлекин-4, это не интерферон, но тоже иммуномодулятор, он способствует формированию клонов хелперов второго типа и преобразованию макрофагов второго типа. А мы знаем, что второй тип поддерживает регенерацию и снижение воспаления, а первый тип, наоборот, поддерживает разрушение тканей наших же инфицированных и самих инфекционных агентов. Ну, пойдем дальше. О стадиях фагоцитоза я особенно много говорить не буду, это миграция фагоцита к бактерии, адгезия к бактерии, заглатывание бактерий, переваривание. Это все изложено, так сказать, в многих учебниках. В процессе адгезии, что мы тут видим? Участок капилляра зеленого цвета и макрофаг. Значит, как происходит процесс диапедеза и адгезии, то есть прохождение макрофага через стенку сосудов ткани. На поверхности макрофагов и дендридных клеток есть белки, которые называются интегрины. Они связываются с белками, которые называются селектины. Селектины – это белки на поверхности эндотелия, интегрины на поверхности лейкоцита. Значит, они связываются друг с другом, заставляют лейкоцит приклеиться к определенному месту сосудистого русла, стенки капилляра и затем стимулируют миграцию, то есть проползание этого фагоцита из просвета сосудистого русла в ткани при действии химокинов, которые являются химотрактантами. Ну, макрофаги и прочие фагоциты, например, нитрофилы, имеют два типа антибактериальных веществ. Это кислородозависимые вещества, которые образуются в результате кислородного взрыва, и кислороднезависимые вещества, которые накопливались еще до кислородного взрыва, то есть до распознавания молекулярных шаблонов. Кислородозависимый взрыв приводит к быстрому накоплению в клетках гипохлоридных радикалов, кислородных радикалов активных, окиси азота, перекиси водорода, которые окисляют бактерии и делают их доступными к ферментам, которые относятся к кислороднезависимым факторам разрушения бактерий. Это лизоцимы, актоферин, катионные белки и протеазы. Ну тут видно, что фагоцит, например, может распознать бактерию, если на бактерии есть маркер не своего. В данном случае называется PAMP, патоген ассоциированный молекулярный шаблон какой-то. Вот такой вырост на бактерии. Он распознается толк-лайк-рецептором. Это один из представителей патент распознающих рецепторов уже фагоцита. В результате фагоцит захватывает бактерию, переваривает ее и выбрасывает остатки наружу. Итак, первичное распознавание не своего и своих поврежденных клеток осуществляется врожденным иммунитетом. Врожденный иммунитет распознает два типа молекулярных шаблонов. Молекулярные шаблоны – это чужеродные вещества, которые распознаются врожденным иммунитетом. Один тип шаблонов называется патоген ассоциированный молекулярный шаблон. Это части микробов, бактерий, вирусов. Второй тип шаблонов, вот этих чужеродных, которые распознаются клетками, такими как нейтрофилы, макрофаги, дендритные, это повреждения ассоциированные молекулярные шаблоны. Или damage associated molecular patterns. То есть повреждения ассоциированные молекулярные шаблоны. Это собственные поврежденные ткани, молекулы собственных поврежденных тканей. Патогены ассоциированные молекулярные шаблоны – примеры. Это, например, вирусы на одноцепочечные и двухцепочечные РНК. Бактериально неметелированные цицидин, гуанин, динуклеотиды. То есть это фрагменты бактериальных ДНК. Белки эпилинной бактерии, флагелиной бактерии, липополисахарид бактерии, липотейхоевые кислоты. Ну, конечно, не весь липополисахарид, а отдельные его компоненты. Например, если в липополисахариде в боковых цепях углеводных есть терминальная моноза, то вот как раз моноза, связывающий белок, распознает такую монозу, как молекулярный шаблон. И с этого может начаться активирование системы комплимента. Повреждения ассоциированы молекулярные шаблоны. Это, например, белки теплового шока. Heat shock proteins. Эти белки образуются в клетках, частично поврежденных, но еще живых. Клетки начинают создавать так называемые шапероны, вот эти белки теплового шока, которые предназначены для того, чтобы поддержать активность РНК-полимераз и ДНК-полимераз в этой вот, ну, живой еще, но уже, так сказать, поврежденные клетки. Клетка пытается таким образом выжить. Синтезируя вот эти белки теплового шока. Это не только человеческие клетки, но и бактериальные клетки сформируют свои белки теплового шока. Вот повреждения ассоциированные молекулярные шаблоны, вот эти, распознаются соответствующими рецепторами наших клеток, которые направлены на уничтожение тех клеток, в которых эти шаблоны появились. Кстати говоря, кристаллы мононатриевых уратов, химически очень простые вещества, которые накапливаются в тканях при подагре, там, в почках, разрушая почки, или там, в суставах, белозиаких воспалений, тоже относятся к повреждению с сформируемолекулярным шаблоном. Поэтому при подагре, там, где вот эти вот мононатриевые ураты накапливаются, активируется воспалительная система, которая повреждает ткань. Иногда очень тяжело, и само это воспаление является крайне нежелательным. Ну, фибриномектин, фибриноген тоже являются молекулярными шаблонами. Как происходит распознавание этих шаблонов? За счет клеточных рецепторов, которые распознают шаблоны. Это так называемый паттерн распознающий рецепторы, или шаблон распознающий рецепторы. Эти паттерн распознающие рецепторы, это цитоплазменные или мембранные белки наших клеток, которые очень разнообразны, и наиболее крупные их группы, это толк-лайк рецепторы, одна группа, нод-лайк рецепторы, вторая и третья, риг-лайк рецепторы. Толк-лайк рецепторы, их известно там уже 11 типов, они распознают фрагменты липополисахаридов бактерий, пептида гликана, вирусные ДНК, РНК. Нод подобные рецепторы, нод-лайк, распознают флагелин бактерий, норомилдепептид, пептида гликаны, липополисахарид тоже, но другие его фрагменты, кристаллы уратов, вот о чем мы говорили о преподании, риг-лайк рецепторы и познают вирусную РНК. Ну вот на этом слайде вы видите разные толк-лайк рецепторы, и распознаваемые ими патогенно-ассоциированные шаблоны. Например, толк-лайк рецептор 4 типа реагирует с бактериальным липополисахаридом, F-белком респираторно-социального вируса, белками типового шока, фит-шок протеин в 60 масс и 70 кгт человека, фибринонектином бактерий, фибринонектином человека, фибриногеном человека, олигосахаридами гауроновой кислоты. Ну вот бактериальные продукты, там толк-лайк рецепторы 1 типа, вот грибные, зимозан грибов толк-лайк рецепторы 2, а также бактериальные вещества там распознаются, там толк-лайк рецепторы 7, 8 распознают, вирусная РНК и так далее и тому подобное. Как происходит это распознавание? Через реализацию в клетках сигнальных путей. Например, вы видите молекулу толк-лайк рецептора, которая своим периферическим сенсором связывается с липополисахаридом. После этого с этим же липополисахаридом связывается вторая молекула толк-лайк рецептора 4 типа. Это приводит к тому, что цитоплазматические порции этих толк-лайк рецепторных молекул, которые называются тирдоменами, сходятся друг с другом. Так активируются ферменты внутри цитоплазмы клетки, реализуется так называемый сигнальный путь. Информация от одного фермента к другому передается в ядро. Еще в цитоплазме молекулы сигнального пути связываются с факторами транскрипции, такими как NFKB или ТРФС или ИРФ-3. Каждый из этих факторов транскрипции после активации проникает в ядро и связывается с определенным типом хроматима. То есть связывается с определенными сегментами молекул ДНК на определенных хромосомах. Это приводит к тому, что с этих участков ДНК начинается транскрипция. То есть они расплетаются и начинается синтез маточной РНК с этих участков ДНК. Эта РНК потом транспортируется на рибосомы и начинается производство белков, которые были закодированы в этих участках. А эти гены кодируют провоспалительные вещества. Посмотрим на эту же схему в более усложненном варианте. Итак, сначала эта же схема. Либо полисахарид связывается с одной, а затем с другой молекул толплая концептра. У этих молекул есть тирдомены, так называемые. Вот они, коричневые. Они связываются с аналогичными доменами, так называемых адаптерных белков. Например, Ми, Д88 или ТРИФ. Эти адаптерные белки, это белки цитоплазмы, они активируются толплак рецепторами, а сами потом передают сигнал активации на протеин киназы. Это эксперименты, которые обладают каскадом. Одна молекула, которого активирует другую. Затем протеин киназы активируют, например, факторы транскрипции, например, ТРФС или НФКБ, я о них говорил. Они после активации связываются со своими участками генома. И, например, НФКБ связывается с участком генома, который кодирует, из которого начинается транскрипция и потом трансляция. То есть экспрессия, так называемая, воспалительных генов и производство происходит воспалительных цитокинов. Например, тумор некротического фактора, интерлекина-1, интерлекина-6. В это же время происходит активация синтеза за счет активации вот этого участка генома, экспрессии с него, химокинов, ССЛ-2, ССЛ-системы. Кроме того, начинает синтез адгезивных молекул, помните, селектинов, которые должны способствовать проникновению фагоцитирующих лейкоцитов, мигрирующих в кровеносном русле лейкоцитов из кровеносного русла в ткани. Все это ведет к острому воспалению, потому что комплекс этих веществ это провоспалительные вещества. ТРФС, фактор транскрипции, активирует гены, кодирующие интерфероны первого типа, помните, альфа и бета, с противовирусным эффектом. Она начинает выделяться клеткой, и клетка начинает оказывать, сама защищаться вирусами, способствовать защите других клеток. Эта схема очень сложна, но она посвящена той же самой теме, и она не нарисована мною, а в общем публикована в изданиях, подготовленных из обзоров высокого уровня. Что вы здесь видите? Мембрану клетки, мембрану ядра, цитоплазму клетки. Вы видите разного рода рецепторы, большинство из них толк-лайк рецепторы. Мы вот видим и толк-лайк рецептор четвертого типа на мембране. Часть толк-лайк рецепторов находится вмонтированной в мембраны эндосом. Что тут видите? Ну вот липолисахарид связывается с толк-лайк рецептором четвертого типа, затем происходит связанное с следующим. Вот это вот тирдомены, такие полигональные внутри. Они активируют трамп-белки, которые связаны с адаптерными белками голубого цвета ТРИФ. И эти белки ТРИФ и ТРМ активируют фактор транскрипции, который называется ИРФ-3. Фактор мигрирует в ведро, активирует определенный участок хроматина, который кодирует интерфероны там альфа и бета типа, и они начинают производиться клетками. Другие рецепторы, например, вот толк-лайк рецепторы пятого типа, реагируя на такой патогеносоциированный молекулярный шаблон, как флагелин, тоже проходит демеризацию, две молекулы соединяются одна с другими, активирует, адаптерный белок МИД-88. Его, кстати, вот и толк-лайк рецепторы седьмого, восьмого типа и девятого типа, реагирующие на вирусные нуклеиновые кислоты, тоже активируют. Этот МИД-88 адаптерный белок связывается с протынкиназой, который называется ИРАК. Эта протынкиназа активирует еще несколько протынкиназ, ТРАФ-6, например, а она уже в свою очередь активирует нуклеар фактор КПБ. НФКБ – это ядерный фактор транскрипции. Почему? Потому что после того, как ТРАФ-6 протынкиназа активировал этот НФКБ, НФКБ проходит в ядро, связывается с хроматином, который кодирует провоспалительные цитокины, например, эталликин, 6, хемокин и так далее. И начинается синтез этой клетки вот этих провоспалительных веществ. Таким образом, инициируется воспалительная реакция. Ну, здесь вы видите примеры патеноспознающих рецепторов. Ну, на предыдущем слайде такими рецепторами были толк-лайк-рецепторы. Здесь другие типы. Например, есть такие белки коллектины. Они находятся в плазме крови. Они не связаны с мембраной, как толк-лайк-рецепторы. К ним относятся монозы, связывающие лектин, например. Тот, который активирует систему комплимента за счет лектинового пути, активации системы комплимента. Кроме того, коллектины, это к ним относятся белки альвеол, внутри альвеол легких. Это белки сурфактанта для легких СП и НСПД, которые взаимодействуют с различными микробными структурами, способствуют развить воспалительные реакции. Это коллектины. Пентроксины тоже находятся в плазме. К ним относятся, например, С-реактивный белок. Ну, это один из белков роста фазы, который выделяется в печени в результате активации процесса там факта микрозовой опухоли, например, который производится клетками на фоне воспалительной реакции. С-реактивный белок реагирует с такими пампами или дампами, патогенными с сырными шаблонами или повреждениями с сырными шаблонами, как фосфорилхолин из фосфодилотеналами. Ну и так далее. То есть это в данном случае вы видите, не мембрана связанной патоген, что значит рецепторы, а растворимые патогены, осуществляющие рецепторы. Несколько слов естественных киллеров. Естественные киллеры это лимфоциты, похожие на лимфоцит клетки, но не приобретенного рожденного иммунитета. Они разрешают вирус инфицированные клетки и опухолевые клетки и мишени. Не отдельные микробы, а клетки наши, которые напичканы этими микробами. Разрешают все это на клетках, на которых нету правильным образом представленных белков комплекса гистосовместимости. Помните МФС? Комплекса, главного комплекса гистосовместимости первого класса. Вот если их нет на поверхности нашей клетки, эта клетка начинает восприниматься естественным киллером, как вражеская, которую нужно атаковать. Таким образом, получается, что естественный киллер не только распознает что-то чужеродное, а реагирует главным образом на то, что на клетке, которую он рассматривает как кандидата на атаку, нету белков гистосовместимости первого типа своего организма, тогда он будет ее атаковать. Нормальный киллер, естественный киллер, вызывает разрушение клеток двумя путями. За счет секреции цитотоксических веществ, которые разрушают клетки мишени, это перфорины и гранзимы. Это ферменты, которые встраиваются в нем в раны, проходят внутрь клетки и вызывают ферментативный гидролиз, структур клетки. Второй путь, который может воспользоваться естественный киллер, это индукция апоптоза. У него есть фаз-рецепторы, которым взаимодействуют с соответствующими элегантами клетки, которые атакуют, и клетка сама себя убивает апоптозом. Естественный киллер активируется вне зависимости контакта с антигеном, то есть он на антиген не реагирует. Антигены они распознаются таким образом. Активированный естественный киллер синтезирует гамма-интерферон, может активироваться гамма-интерфероном, который синтезирует другие клетки. Как он работает? Вверху вы видите нормальный киллер. Внизу вы видите первая клетка, с которой он сейчас связывается, это здоровая клетка. В ней есть MHC1-белок. Вот такой похожий на букву Ч. Этот белок распознается ингибирующим рецептором нормального киллера, который подавляет сигнал, который называется в цитоплазме, от активирующего сигнала для нормального киллера. Что такое активирующий сигнал? На здоровых клетках есть разного рода вещества, которые могут быть элегантами для активирующих рецепторов нормального киллера. Ну, например, это может быть белок вируса, связавшийся с антителом. FC-фрагмент антитела распознается НК-киллером, у него есть такие рецепторы, как сигнал стимуляции. Сигнал стимуляции передает каскад реакции к ядру нормального киллера, чтобы он начал атаку этой клетки. Но если один активирующий сигнал приходится на один ингибирующий сигнал, вот ингибиторный зеленый рецептор, то ингибиторный сигнал подавляет активирующий, и активирующий сигнал отменяется. И таким образом клетка не подвергается атаке. Другое дело, если клетка не имеет MHC-1 белка, вот присущего этому организму, то есть организму, в котором родился нормальный киллер. Вы внизу увидите зараженную клетку. Некоторые вирусы приводят к тому, что MHC-белки перестают синтезироваться и исчезают с поверхности, но остаются стимулирующие леганды. Так вот, стимулирующий леганд, если он есть, будет реагировать с активирующим рецептором киллера и вызовет атаку киллера на эту клетку зараженную, а отменить этот приказ нечему, потому что MHC-1 белок отсутствует. Таким образом получается, что нормальный киллер распознает недостающее свое. И это недостающее свое, это белок MHC-1. Здесь вы видите, как нормальный киллер атакует клетку мишень, на которой нету белка MHC-1 перфоринами и грозимами, разрушая вот эту поврежденную клетку. здесь вы видите вверху ситуацию, когда нормальный киллер, вот у него гранулы такие визикулы с перфоринами и грамзинами, имеет на поверхности ингибиторный рецептор, их тут два, и они связаны с молекулами MHC-1, тоже двумя, на поверхности здоровой клетки нашего же организма. Есть и активирующий рецептор, зеленый, у нормального киллера, но он связан, связывается с всего лишь одним активирующим леганом. Получается, что ингибирующих сигналов два, а стимулирующий один, атаки на такую клетку не будет. Ниже показан другой сюжет, когда нормальный киллер не видит на поверхности клетки белок MHC-1, это белок главного комплекса кистосовместимости первого типа, но различает активность сигнал, и тогда киллер будет атаковать такую клетку. Третий вариант, если MHC-1 белки есть, и они взаимодействуют с гибирующими рецепторами киллера, но количество сигналов стимулирующих гораздо больше, то есть тут показано 3 против 2, киллер все равно будет атаковать такую клетку, хотя на ней есть MHC-белки свои, но их слишком мало, или наоборот слишком много активирующих рецепторов, например, рецепторов, которые образуются за счет активной репликации вирусов в такой клетке мишени. Ну, дальше речь идет о приберетенном иммунитете. я могу продолжить, а вы уж сами решите, насколько вам нужна эта часть лекции. Итак, приобретенный иммунитет очень коротко. Оперируй таким понятием, как антиген. Антиген это чужеродное вещество, достаточно большое по размеру, порядка 10 килодельтон, что во много-много-много раз больше, чем памп, например, патоген с сыром рекламный шаблон, который там меньше тысячи килодельтон, тысячи дельтон, одной тысячи дельтон, 10 тысяч дельтон это антиген, а меньше одной это памп. Антигены должны обладать многими свойствами, из них важна чужеродность, то есть они являются белком закодированной чужим геном. У них есть антигенность, это способность реагировать с антителами, которые уже есть, вот тут показаны антигены трех бактерий, середине реагируют с двумя антителами класса М, и настоящий полноценный антиген, иммуногенная способность индуцировать синтез антител. Итак, есть полные антигены и есть гоптены. Антигены полные, антигены классируются на гоптены и полные антигены. Гоптены это антигены, у которых нет иммуногенности. У них есть антигенность и чужеродность, но нет иммуногенности. Они могут реагировать с антителами, которые уже против них есть. Прецедентом такого примера гоптена является молекула пенициллина. Вот химическая формула пенициллина. Это низкомолекулярное вещество. Оно по молекулярной массе меньше тысячи дальтон гораздо. И поэтому, как полноценный антиген, работать не может. Но может связаться с антицителом, если оно уже есть. Вызвать иммунную реакцию не может. Гоптены, вот в данном случае молекула пенициллина, не иммуногенные, потому что они не могут активировать Т-хелперов, так как не могут связаться с белками МРС1, не могут активировать Б-клеток, так как, чтобы активировать Б-клетки, надо, чтобы было, по крайней мере, два или три одинаковых антигенных комплексов вместе связаны. А антигены обычно в манувалентах. Такие вот неполные антигены, гоптены. И гоптены не могут стимулировать первичный и вторичный иммунный ответ. Ну, соответственно, потому что, сказать, иммунный ответ – это запуск пролиферации клеток, а гоптены этого делать не могут. Полные антигены, в отличие от гоптенов, они большие. Тут показана большая желтая молекула. Это, может быть, молекула человеческого организма, которая связана с определенными химическими группами или несет химические группы, специфические, распознаваемые, как чужеродные антигены с познающими участками антител, вот с середними антитела. Получается, что вот эти вот детерминанты иммунологические находятся на очень большом белке, порядка 10 тысяч нольтон или больше. Когда полный антиген попадает в организм человека, сначала на него реагирует клетка или несколько клеток, у которых на поверхности это B-лимфоциты, на которых на поверхности есть мембранный антитела, специфичный, их пока мало в начале процесса. Но при активации начинают размножаться. Образуется сначала из них, при их размножении, формировании клона, плазматические клетки, синтезирующие иммуноглобулин М, а потом при продолжении пролиферации этих B-клеток и иммуноглобулин Ж. В красном, в сине и красном показаны М и Ж. Это два разных типа антител. Кроме того, формируются, показанные здесь зеленым, клетки иммунологической памяти. При вторичном контакте с тем же антигеном этих клеток будет гораздо больше, чем при первичной иммунизации вообще было клеток, способных распознать этот антиген. И за счет вот этого большого количества клеток памяти они начнут те же процессы, что и при первичном распознавании, но множественные. И пики вот этих иммуноглобулинов Ж, их накоплений, срок существования в организме в человеке будет очень большой. полные антигены иммуногенные. Они реагируют с антителами. Гоптен тоже может быть превращен в полный антиген, если он будет адсорбирован на белке-носителе. То есть, если гоптен химически будет связан с белковым носителем и станет его частью, он начнет восприниматься иммунной системой как полный антиген, и тогда приобретет свойство иммуногенности, то есть запуска иммунной реакции. Антигены-детерминанты называются эпитопы. Это на меньшие единицы антигенности. Вот тут показаны слева 4 желтых там микроба с разными коричневыми по разными по форме антигенными детерминантами. Каждая из них связывается с одним из двух антигеноспознающих центров антител. Тут показаны три зеленых антигена. Если представить себе вирус и вычленить его поверхностный белок, а потом изучить его структуру, мы увидим, что это клубок свернутый из полипептида большой молекулярной массы. 10 и больше 1000 дельтон или килодельтон. Отдельные фрагменты вот этого клубка тут показаны разным цветом. Это антигенные детерминанты или эпитопы. Они отличаются друг от друга специфически, и реагируют с разными антителами. Если представить себе такой процесс связывания антитела внизу с таким эпитопом, то вы увидите то желтое это часть молекулы антигена, представляющей себе эпитоп, распознаваемый каким-то конкретным антителом. Вот, например, показаны в кружке антиген, распознающий участок антитела, их всего два, раз и два, они обозначены буквами variable, как ключ к замку подходит к этому вот этот участок антитела внутреннего пространства, к этому эпитопу. Если соответствие высокое кармана антигена, распознающего участка антитела и эпитопа, то происходит распознавание этого эпитопа как антигена, и с этого начинается иммунная реакция. Ну, дальше я, пожалуй, уже не могу читать лекцию, потому что я превысил лимит своего времени. Благодарю вас за внимание, те, кто пришел на лекцию, надеюсь, что вам она поможет разобраться в текстах учебников, которые вы будете читать при подготовке к соответствующему занятию. В остатке лекции вы можете найти характеристику некоторых человеческих антигенов и процесс вторичного распознавания чужого. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. .